Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Михаил Ермоленко. О важных новостях прошедшей недели расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым. Обсуждались итоги социально-экономического развития региона в 2022 году, реализация национальных проектов и государственных программ, дальнейшие планы работы по ключевым отраслям, строительство крупных инфраструктурных проектов, специальная военная операция и поддержка Донбасса, сообщает сайт Кремлин.ру. Отдельное внимание уделили текущей ситуации на АвтоВАЗе и поддержке Тольятти. Также Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о ходе выполнения ранее полученных поручений. На встрече президент поинтересовался ситуацией на автомобильном предприятии. Губернатор отметил, что по итогам прошлого года завод выпустил 220 тысяч машинокомплектов. Планы завода на текущий год – выпуск не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов, подчеркнул Дмитрий Азаров. Также самарский губернатор на встрече с Путиным заявил о намерении баллотироваться на выборы главы региона в этом году, на что президент пожелал ему успехов. Обсудили готовность приемной кампании в первые классы. Отдельно затронули вопрос ремонта и строительства тротуаров в областном центре. В мэрии Самары прошло еженедельное совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной. Подробности у Ольги Павловой. Перечень тротуаров, которые нуждаются в обновлении, был сформирован на основании обращений жителей и депутатов городского округа Самара. В 2023 году запланирован ремонт 18 объектов. В настоящее время идет подготовка документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика. На исполнение этих задач по поручению главы Самары Елены Лапушкиной в столице региона стартовала подпрограмма по ремонту тротуаров. Она является отдельным направлением муниципальной программы сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения. Отдельную программу мы не стали заводить. Мы ввели отдельный план мероприятий уже в существующую программу по благоустройству. Вот с этого года в бюджете города заложено чуть более 65 миллионов рублей конкретно на ремонт тротуаров. И самый горящий, самый острый вопрос тротуара в этом году планируем закрыть. Это дороги к школам, это дороги к детским садам, к каким-то другим социальным объектам, к железнодорожным переездам, о чем жители очень давно просили. Подпрограмма по ремонту тротуаров была актуализирована на основании предписаний, выданных ГИБДД, прокуратурой и обращений жителей. Ремонт затронет фактически все внутригородские районы областного центра. Обсудили на совещании в администрации города и готовность приемной кампании в первые классы. В этом году подавать заявление на зачисление детей в школу родители начнут с 9 утра 31 марта. Сделать это можно будет через портал Госуслуг, предварительно создав там черновик документа, а также посетив учебное заведение лично или отправив в школу заказное письмо со всеми нужными данными на ребенка. Зачисление будет проходить в два этапа. То есть, если ваш ребенок проживает на закрепленной территории, имеет регистрацию, то вы можете подавать заявление в эту школу, начиная с 31 марта. Также можно подать заявление во все лицеи и гимназии, поскольку за ними закреплена вся территория городского округа Самара. В том случае, если ребенок не закреплен за школой по месту прописки, но есть желание зачислить его именно в это учебное заведение, подать заявление можно будет не ранее 6 июля. В это время стартует второй этап приемной кампании. В каждой общеобразовательной организации сформируют единый реестр поданных заявлений. Там отметят ребят, которые имеют первоочередное право для поступления, так называемой льготной категории. Приказ о зачислении детей в первые классы самарских школ, лицеев и гимназий подпишут 15 июля. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. С наступлением теплой погоды в городе снова стали появляться стихийные рынки. Торговцы оккупируют людные места, тротуары на перекрестках дорог и пешеходные зоны. Одна из таких точек незаконной торговли регулярно появляется на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Какие меры в отношении продавцов принимает административная комиссия района, узнала наша съемочная группа. Продавцу по имени Андрей представители административной комиссии района в этом сезоне успели выписать уже больше пяти штрафов. Но он неизменно возвращается на это место. У вас продажа отбивает штрафы, поэтому возвращается. Ну, как вы думаете? Перекресток улиц Авроры и Аэродромной – уже много лет излюбленное место для стихийной торговли. Высокая проходимость обеспечивает продавцам хорошую прибыль. И сворачиваются они только при виде районной административной комиссии. А что же вы спрятались, когда вы подошли? Что мы стояли здесь при чем? Вы торгуете? Что вы стояли здесь, торговали? Когда? Ну, мы вас выделили. Вы уверены, что ли? Владельцев таких незаконных точек мало волнует облик города и здоровья жителей. Ведь торгуют вдоль дороги не только цветами и кроссвордами, но и продуктами питания. Вот и приходится представителям административной комиссии ежедневно обходить территорию района. Сотрудниками административной комиссии в ежедневном режиме проводятся мероприятия по привлечению виновных лиц к административной ответственности. В рамках статьи 6.1 закона Самарской области об административных правонарушениях на территории Самарской области. На граждан штраф в размере от 1,5 до 4,5 тысяч предусмотрен. На должностных лиц от 5 до 7,5 тысяч рублей. За три месяца текущего года сотрудники административной комиссии района провели порядка 100 рейдов. Составили более 50 протоколов об административных правонарушениях на сумму свыше 150 тысяч рублей. Специалисты отмечают, за повторное нарушение штрафы увеличиваются. Для физических лиц достигают уже 5 тысяч рублей. Помогают проверяющим и местные жители. Они фотографируют точки стихийной торговли. Взаимодействовать с администрацией гражданам помогают управляющие микрорайонами. Принимаем жалобы от жителей. Активные жители присылают нам на телефон. Наши телефоны на сайте администрации есть. На телефоны нам фотографии присылают различные по правонарушениям. И мы тут уже, конечно, принимаем активное участие. И спасибо жителям, что они принимают активное участие. Потому что без них у нас бы ничего не получилось. В составе административной комиссии железнодорожного района 9 человек. Они не только борются с незаконной торговлей, но и помогают создавать благоприятные условия для жизни самарцев. Следят за соблюдением закона о тишине, правил благоустройства и содержания территорий управляющими организациями. Контролируют безбилетный проезд и провоз багажа в транспорте. Такие комиссии действуют во всех районах Самары. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Право на полноценную жизнь. О том, какой путь проходят люди, нуждающиеся в сложном протезировании, узнали представители общественного совета по делам инвалидов при администрации Самары. Они побывали в стационаре сложного и атипичного протезирования. Тему продолжит наш корреспондент. Житель Самары Сергей Гребенько рассказывает, ковид поделил его жизнь на до и после. После короны меня отправили в мединститут. Артерия забилась, артерия. Пироговки. Отняли много и всё. Лечащий врач направил Сергея Гребенько в стационар сложного и атипичного протезирования. Там ему изготовили протез. Теперь задача Сергея – научиться передвигаться с его помощью. Очень большое значение имеет исходное физическое состояние пациента. Потому что некоторые пациенты после ампутации, их нужно готовить к протезированию, нужно привести в порядок культур утраченной конечности, нужно уменьшить её объём, придать ей определённую форму, чтобы пациенту было комфортно носить протез. Представители общественного совета по делам инвалидов при администрации Самары приехали в стационар, чтобы увидеть, как пациенты проходят реабилитацию, учатся пользоваться протезами и понять, как трансформировать городскую среду под их нужды. У каждого человека есть какая-то проблема. А здесь проблема протезирования, проблема людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Людям нужно жить дальше. И для этого мы сегодня собрались, чтобы узнать, что же можно сделать у нас в городе Самаре вот с этими проблемами. Очень важно с общественными организациями, с общественниками обсуждать проблемы, которые возникают у инвалидов, которые проживают на территории города. Поняв, какая им у них существует на сегодняшний момент проблема, мы, соответственно, и координируем немножко работу по-другому, и вносим изменения в наши муниципальные программы. Задача общественных организаций – помочь администрации города сделать Самару комфортной для всех категорий жителей, особенно с ограниченными возможностями здоровья. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. В Самарском дворце ветеранов в среду прошел первый конкурс «Доступные услуги городского транспорта». Водители и кондуктора разных предприятий-перевозчиков соревновались в качественном обслуживании пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Подробности в материале. Восемь команд конкурсантов, представляющих самарские транспортные предприятия, показывают, как они на практике помогают добраться до пунктов назначения людям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого они вытягивали билет, в котором написано, кому оказывать помощь. Команде водителя трамвая Дмитрия Данченко нужно было посадить в салон незрячего. Выполняя рейсы, он часто помогает именно слабовидящим людям. Также Дмитрий всегда готов прийти на помощь и вне рабочего времени. Мы должны помогать людям с ограниченными возможностями в любой ситуации, какая бы ни была, будь то садиться в трамвай, в автобус или же что-то где-то лесенки преодолеть. Это, мне кажется, это должно быть. А перед тем, как приступить к демонстрации умений на практике, конкурсанты сначала сдали тест на теоретические знания. В каждом билете у участников было по семь вопросов о том, как правильно помочь человеку с ограниченными возможностями здоровья. Само соревнование организовали специалисты городского ресурсного центра по формированию социальной среды для инвалидов и городского департамента транспорта при поддержке фонда президентских грантов. Можно выйти из ситуации таких негативных с пассажирами, применяя самые элементарные вещи, допустим, язык и этикет, правильное обращение, как оказать помощь, как помочь подняться на ступеньку автобуса, как работать с коляской, что делать с человеком, который не видит, как быть с человеком, у которого ходунуки. И оказалось, что вроде бы все просто, но пока не попробуешь, говорят, не поймешь. Также в рамках реализации президентского гранта общественники организовали ряд учебных лекций. Составили несколько десятков паспортов остановок общественного транспорта, где описали неудобства и то, как их исправить. В апреле проведут городской форум о транспортной доступности для инвалидов. Там же и наградят победителей конкурса. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Семь футов под килем. На судостроительном заводе Самары прошла торжественная церемония закладки киля несамоходного дизельного земснаряда. Он предназначен для добычи песчаных грунтов и позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства. В торжественной церемонии закладки киля приняли участие депутат Куздумы Александр Хинштейн, сотрудники судостроительного предприятия, государственные транспортные лизинговые компании и жители города. На какую глубину можно будет опустить земснаряд и в чем его преимущество? В репортаже Ольги Павловой. Торжественный исторический для развития регионального судоходства момент. Табличку с выходными данными закрепляют на кире несамоходного дизельного земснаряда. Несамоходный дизельный земснаряд судно-технического флота предназначен для разработки и добычи песчаных и гравийных грунтов гидравлическим способом. Новая разработка гораздо лучше предшествующих. Этот земснаряд, в отличие от других, сможет опускаться на глубину до 30 метров. Добывать песок, углублять дно, разрабатывать и копать траншеи для прокладки труб и кабелей. Мы можем добывать песок, соответственно, на нем же, на земснаряде будет установлена фабрика, которая будет разделять песок или другие более крупные фракции и, соответственно, потом производить погрузку на баржи. Контракт на изготовление и поставку земснаряда был подписан 30 ноября 2022 года между судостроительным предприятием и государственной транспортной лизинговой компанией. Для строительства судна будет использоваться исключительно российское оборудование. Внимание уделят каждой детали. К примеру, чтобы земснаряд мог выкапывать твердые слои грунта, установят специальную фрезу. Там стоят современные двигатели, там стоят современные насосы мощные, там специальные добычные такие форсунки, которые работают. Поэтому это такой современный технически насыщенный объект. Предполагаемый район эксплуатации судна – Волгокамский бассейн. Впрочем, как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, география будущих работ может быть безграничной. К тому же судостроительное предприятие имеет портфель заказов до 2027 года и весомый опыт по внедрению новейших технологий в производственный процесс. Для Поволжья, для Самарской области судостроение, судоходство – это сама жизнь. Это основа основ, потому что и города исторически все строились до Волги, и Волга всегда была кормильцей для нашей земли. И сегодня развитие судоходства, развитие судостроения, судоремонта – это вопрос наиважнейший. Это вопрос завтрашнего дня. И то, что у нас здесь на предприятии активно продолжается работа и закладываем уже с завидной регулярностью новые суда – это замечательно. Спустить судно на воду планируют уже осенью этого года. Буквально за шесть месяцев разработку модернизируют и оснастят всем необходимым оборудованием. Земснаряд сможет не только добывать песок и гравий, но и позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Отдых в Сочи в этом году подорожал на 20-30%. Поэтому жители России устремились на курорты кавказских минеральных вод. А вот самарцы стремятся в Махачкалу, Калининград и Питер. Подробнее о путешествиях в весенне-летний сезон расскажет Светлана Кудрявцева. 70% россиян планируют отправиться в поездку по России этой весной. По данным одного из сервисов бронирования, наиболее популярное направление в стране – Кавказ. Его выбрали 10% респондентов. Это Минеральные воды и Кисловодск. На третьем месте по популярности – Санкт-Петербург. Он уступил Кавказу всего полпроцента. У самарцев в этом весенне-летнем сезоне популярны путешествия в Дагестан. Тем более, что из Курумыча появились прямые вылеты в Махачкалу. Цены очень хорошие. 30-35 тысяч за двоих. С перелетом, с проживанием. Это, на мой взгляд, очень доступно. И возможность посетить самый практически южный регион наш с возможностью экскурсии. Старинный город Дербент рядом. Возможность поехать в горы. Махачкала на берегу моря находится. Поэтому это прекрасная возможность из новинок. Пока одни едут на юг, другие стремятся в северные города. По России, понятно, еще прохладно. Это экскурсионные туры. Пользуются популярностью Самары, Калининград, Санкт-Петербург. Это основные направления. Можно через Санкт-Петербург в Карелию также. Автобусных туров поставили очень много с интересными программами. На Алтай есть возможность слетать. Есть у операторов. Я встречала и Сахалина, и Камчатку. Сейчас операторы обратили внимание на эти направления. И можно даже из региональных городов. Иногда у вас, конечно же, состыковка в Москве пока еще. Но, тем не менее, улететь по совершенно разным регионам нашей страны. Однако в дальневосточные регионы самарцы пока не спешат из-за высокой цены. Пока из-за авиаперевозки дорогой не пользуются популярностью. Может быть, отели и какие-то предложения хорошие есть по проживанию. Но добраться. Мы же еще до Москвы долетаем. И когда все это компонуется, то цена получается непривлекательная для тех, кто хочет сравнить, например, с пятизвездниками в Турции. Поэтому самарцы выбирают тепло, море и все включено. За море и тепло, впрочем, тоже придется дорого заплатить. Отдых в Сочи подорожал на 20-30%. Такая ситуация возникла из-за падения интереса россиян к путешествиям в Крым. По данным туроператоров, в предстоящем сезоне 10-дневный отпуск с трехразовым питанием в Сочи обойдется паре туристов в 220 тысяч рублей. Это сопоставимо с расценками на курортах Турции, Египта и Арабских Эмиратов. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События. Сотрудники военнослужащей и ветераны Росгвардии на этой неделе отметили профессиональный праздник – День войск Национальной гвардии Российской Федерации. В сквере ветеранов в Куйбышевском районе Самары открыли мемориал воинам внутренних войск. На церемонии побывал Андрей Горгуленко. Погоны. Вот что берегут солдаты – это то, что объединяет их всех. Именно такую форму для памятника воинам внутренних войск выбрал Константин Аникин. Офицер запаса сам стал автором идеи по созданию такого памятного знака и разработал его внешний вид, поясняя, что вложил в эти погоны особый смысл. Любой офицер в своей работе опирается на солдата, на своего подчиненного. И памятник здесь воинам внутренних войск, солдату, простому, который нес на себе все тяжести и лишения воинской службы. У нас не было своего памятника, куда бы мы могли в праздничный день прийти, возложить цветы, увидеться, вспомнить боевых товарищей. Теперь такая возможность есть. Создание уникально. Мемориал воинам внутренних войск всего третий в стране. Поэтому для самарского подразделения это особая гордость. Для размещения памятника был выбран сквер ветеранов в Куйбышевском районе. В будущем он станет важной площадкой для патриотического воспитания и точкой культурного просвещения. Все вопросы, связанные с патриотическим воспитанием, связанные с увековечиванием памяти действительно тех, кто этого достоин, кто этого заслужил, в том числе ценой своей жизни, они имеют государственную значимость и важность. После торжественного открытия ветераны службы, представители других ветеранских и военных движений и организаций возложили цветы к мемориалу. Имеем честь служить во внутренних войсках. Имеем честь держать оружие в руках. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Площадка для демонстрации культурных достижений Самарского региона, профессионального диалога и общения представителей творческих кругов, обсуждения ключевых вопросов развития отрасля. В Самаре состоялся масштабный форум «Культура. Вызов. Времени». На нем побывала наша съемочная группа. Создание самарского бренда и креативной индустрии, развитие кинематографа и поддержка культурных инициатив. Эти темы стали главными на форуме «Культура. Вызов. Времени». Региональные и федеральные эксперты сначала работали на секциях в разных локациях, а затем провели итоговое пленарное заседание в Самарском театре юного зрителя «Самарт». У Самарской области есть совершенно точно все для развития любой креативной индустрии, там, из 16, которые существуют. Потому что есть очень классные команды, профессиональные, с горящими глазами, понимающие, что они и зачем делают для жителей города, для креативного бизнеса. И, конечно, поддержка и правительства региона, и лично Дмитрия Игоревича, который активный участник и российских креативных недель, вообще очень поддерживает эту повестку. И молодежная команда, которая развивает на территории субъекта. Поэтому у Самарской области совершенно точно есть все шансы выйти в лидера развития креативного сектора у нас в стране. На форуме презентовали брендовые проекты региона, среди которых музыкальный фестиваль «Самфест», который пройдет в Самаре в июне и в очередной раз соберет самообытных исполнителей со всех уголков России, развитие театра, студии «Грань» и создание природного парка «Мострюки» на Грушинской поляне. Самарский модерн и совершенно замечательное наследие. Ну, понятно, что волжский гедонизм и все, что вокруг реки, вызывает главные эмоции. Но также там все очень ждут фабрику кухни, все следят за реставрацией мозаики в Тольятти. Появляются новые какие-то аттракции. Сейчас появился комплекс «Заварка», отреставрированный особняк с очень хорошей начинкой, с наполнением каким-то осмысленным. То есть я каждый раз, как оказывается в Самаре, что-нибудь новое прекрасное случилось. Вокруг уже люди, всем интересно. И вот это все время действительно в развитии. Вайп вашего региона, он уникальный, и мы в него влюблены. Обсудили на форуме и развитие инклюзивных практик в творчестве. Творство, искусство не имеет границ. И как раз мы, люди с инвалидностью, можем через творчество, через искусство, через музыку, можем рассказать о себе и про себя, как мы чувствуем этот мир. Мы должны рассказывать, мы должны достигать, мы должны делать все для того, чтобы жизнь детей с инвалидностью, людей с инвалидностью становилась комфортнее и лучше. В работе культурного форума приняли участие более 400 человек. Для гостей в фойе театра организовали несколько выставок «Дети героев», «Балет» и «Рожденные в сердце России», которые демонстрировали творческий потенциал региона. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. Примерить на себя профессию артиста театра. Такая возможность появилась у самарских школьников. В Центральной городской библиотеке имени Крупской в честь Международного дня театра, который отметили на этой неделе, прошел мастер-класс по актерскому мастерству. Иные участники под руководством театрального режиссера Игоря Кузнецова учились работать со своими эмоциями. Подробности в нашем сюжете. В этом зале кипят страсти покруче, чем в бразильских сериалах. Ребята плачут, смеются и даже валяются на полу. Мастер-класс по актерскому мастерству «Вся наша жизнь – игра» для школьников проводит режиссер Игорь Кузнецов. За короткое время мастер стремится помочь ученикам побороть свои комплексы и снять зажимы. Ведь уметь держать себя перед публикой – навык, который пригодится всем. В упражнении у нас первое было – это зеркало, это чувствовать своего партнера, потому что сцена – это в первую очередь партнер. И как раз работать с ним. Шесть кадров – это ребята понимают, из чего состоит произведение. То есть не просто там, вот история какая-то произошла, из каких сюжетных моментов, чтобы интересно в будущем, например, пересказывать и рассказывать другие истории. У Ивана Нинашева за плечами уже есть опыт актерской игры. Однако сегодняшний урок для него открыл новые горизонты. Управлять своим голосом, мыслями, а главное – быть органичным, как на сцене, так и в жизни. В этом заключается мастерство актера, признается Иван. Я научился работать в группе, ставить какие-то этюды, зарисовки. Очень мне понравилось. Профессиональные подготовили меня, дали задания. Мы с нашей группой отлично выступили. Мне мастер-класс понравился, я бы еще посещал такие и подобные занятия. В будущем я хочу стать актером, поэтому мне это будет очень полезно. Во время разминки ребята учились выговаривать различные слова и фразы. Пробовали почувствовать своего партнера, показывали сценки из известных сказок, изображали различные эмоции. Библиотека сегодня – это не просто место, куда хочется прийти за книгой. Это место, которое является арт-пространством, где ты развиваешь свои творческие способности. Каждый может найти для себя что-то такое, что необходимо именно ему. А кто-то хочет просто прийти поработать, пожалуйста, приходите, работайте, приходите, читайте, проводите время с друзьями. Сегодня это все возможно в библиотеке. По словам участников мастер-класса, теперь воспринимать театральные постановки они будут иначе. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Игорь Кизановский. События. Это были важные новости прошедшей недели. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова